Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Библии, Священного Писания, книг Ветхого и Нового Завета. И сегодня мы рассмотрим вопрос, как древние люди могли жить более 900 лет. Так, например, в книге «Бытия» 5 глава, 5 стих сказано, «Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер». И в этой же главе, 27 стих, «Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер». Получается, что среднее число продолжительности жизни людей было 900 лет. Мафусал, кстати, прожил дольше всех людей, живших на земле. Ну, первая мысль, которая приходит, не было ГМО, и был чистый воздух. Но давайте осуществим все-таки библейский анализ. В чем проблема, связанная с этим обстоятельством, что люди жили в среднем 900 лет? Если мы открываем Псалтырь, 89-й Псалом, 10-й стих, то здесь мы находим такие слова. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Казалось бы, такое прямое несоответствие. Во-первых, эти слова были сказаны не в одно и то же время. «Адам и Мафусал жили до потопа», то есть это был особый мир. А Псалом 89-й, он приписывается боговицу Моисею, как здесь и сказано в первом стихе, молитва Моисея, человека Божия. То есть ситуация менялась, потому что люди использовали огромные годы собственной жизни не во благо себе, а во вред. И надо сказать, что Господь не сразу определил 80-70 лет по отношению средней продолжительности жизни до потопных людей 900 лет. Нет. Был промежуточный момент. Мы читаем Бытие, 6 глава, 3 стих. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Кстати, Моисей прожил 120 лет, а Авраам прожил 175 лет. Таким образом, мы видим, что Господь не сразу резко сократил время жизни людей, Он это делал поэтапно. И вот этот возраст 70-80 лет – это то, что относится к времени, в котором живем и мы с вами, в смысле возраста человеческого существования. Конечно, в исключительных случаях люди могут жить и больше 100 лет, но таких долгожителей все меньше и меньше на нашей планете, а некоторые умирают даже весьма и весьма молодыми. Поэтому противоречия между книгой Бытия, 5 главою и Псалмом 89-10 нету, потому что описание здесь дается о разных периодах. Жизнь до потопа – это одно, жизнь в допотопном мире, и уже тогда Бог сократил жизнь людей до 120 лет. А жизнь после потопа – это уже была другая жизнь в другом мире. Первый мир погибает в водах потопа. Второй мир, как пишут апостолы Иисуса Христа, сберегается для огня. Причем мы знаем из Священного Писания, что в последние времена люди будут наглы, злоречивы, родителям непокорны. Это та реальность, в которой мы сейчас живем. Поэтому увеличивать годы жизни таких людей опасно для самих таких этих людей, потому что это будет означать увеличивать их грехи. А смерть полагает предел человеческим грехам. Даже страдания физические, когда человек, например, болеет, они тоже полагают предел человеческим грехам. Как сказано в Писании, страдающий плотью перестает грешить. Таким образом, в сокращении времени нашего нахождения на земле проявляется забота о нас, потому что Господь промышляет о нас, как мы будем существовать в вечности. А если от вечности отнять 70 лет или 80 лет, 120 лет или 930 лет, или 969 лет, как в жизни Мафусала, все равно остается вечность. В глазах вечности любой промежуток нашей жизни, сколько бы мы ни жили на земле, это некий день, некое мгновение. И сказано в Писании, довольна для каждого дня заботы своей. И смысл этой земной жизни, чтобы мы состоялись в добре или во зле, то есть сделали бы окончательный свой выбор. Таким образом, ад и рай начинаются в этой земной жизни. Как известный британский писатель Льюис писал, что ад – это дверь, которая запирается изнутри. В период эпидемии жизнь человечества резко сокращается. Это как бы сигнал от Бога не тратить годы жизни, а может быть месяцы, а может быть оставшиеся дни понапрасно, потому что Господь спросит нас за все. Итак, будем бодрствовать и молиться, уповая на Бога, что сколько бы Он не дал бы нам прожить здесь на земле, каждый год, каждый месяц, каждое мгновение мы должны посвящать Ему. Как и сказано в Новом Завете, «Все, что вы не делаете, делайте во имя Иисуса Христа». И все, что мы не делаем делом или словом, мы и стараемся все делать во имя Господа нашего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!